Дмитрий Михайлович Бобровский к высоким гостям привык. Ветерану 98, но он по-прежнему бодр и вовсю улыбается. 9 мая участника Великой Отечественной навестил глава Бурятии. Дмитрий Михайлович, добрый день. Спасибо, спасибо. Мне всегда было, конечно, встретиться. Большое спасибо вам. Вам спасибо, за победу вам спасибо. Дмитрий Михайлович рассказал, что война застала его в 16-летнем возрасте, когда он учился в колледже. Студентов погрузили в вагоны и отправили в Москву. Там нашего героя распределили в разведроту и отправили на Курскую дугу. Если где-то что-то подозрение есть, разведка вперед. Только команду мы такую и выполняли. Разведка вперед. Теряли ребят во время разведки. Хоть переходили к линии фронта, везде и всюду. Ну и диверсантов немцы выбрасывали вообще на самолетах. Приходилось ночью делать. Сейчас вот я тоже вспомнил, как мой товарищ погиб. Прямо вот вместе, бежали вместе с ним. Юный разведчик участвовал в боях под началом знаменитого маршала Советского Союза Ивана Конева. В 1943 году Дмитрий Михайлович получил серьезное ранение. Отправился в госпиталь в Баку и только в 1944 году вернулся домой. Награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за победу над Германией. Хочу к вам еще в следующем году приехать. Дождитесь. Ну вот мне в ноябре 6 числа до живой след исполняется 99. Надо 100 теперь. Да, здорово. Все, еще раз. А на память об этом визите у Дмитрия Михайловича останется большой телевизор. Такие в нашей республике вручили всем участникам войны. Ася Касьянова, Новости дня. Доброго здоровья.